Кольцевая дорога перед станицей Анапской – место проездное. Любой рекламщик скажет, что установка рекламного счета здесь весьма эффективна для продвижения услуг. Но земля здесь не предназначена для размещения рекламы, а тем более она может и повлиять на дорожную обстановку. Не секрет, что красочные надписи и яркие картинки отвлекают водителей. Но кроме этого, билборды здесь установлены незаконно. Результат, как говорится, ожидаемый. Собственник у нас был уведомлен. Еще в июле месяце, в конце июля, значит, есть решение о демонтаже рекламных конструкций. Этим самым мы сейчас и будем заниматься. Мы составили реестр этих незаконных конструкций. Собственников сейчас уведомляем, соблюдаем процедуру по предупреждению и занимаемся демонтажом рекламных конструкций. Кто-то сам начинает демонтировать свои конструкции, кто-то пытается оформить свои конструкции. Ну, правда, не получается сейчас ничего оформить, потому что законодательство поменялось. Как видим, эта дорожная развязка уже привлекала любителей устанавливать рекламные конструкции. Об этом красноличиво говорят пинки от срезанных щитов. По словам специалистов, сейчас незаконных рекламных конструкций в городе десятки. По всем одновременно ведется работа. Они обязательно будут снесены либо самими собственниками, либо силами организации, нанятых администрацией. Но в каждом случае за демонтаж будет платить сам владелец. В городе работы предстоит много. Необходимо сильно поумерить пыл магазинов, стремящихся рассказать о себе каждому прохожему. На магазинах это не реклама, это панно. Вот как раз с этими панно будем разбираться. Когда в магазине написано продукты, там ясно, что продаются продукты. Не надо там окорочка и колбасу рисовать на весь магазин. Оно и так ясно. То есть, вот эти все, не только мы этим занимаемся. Этим занимается и архитектура города, которые смотрят за архитектурным обликом города. Символично, что сегодня день работников рекламы, поэтому хочется обратиться именно к ним. Погоня за выгодой, не забывайте о простых людях, живущих с вами по соседству. Они ведь имеют право, гуляя по улицам города, размышлять о высоком, а не о том, что именно продается в магазине. Позиция властей города – курортной Анапе необходимо вернуть курортный облик. Вадим Родин, Анапа. Регион. Продолжение следует...